НН-Интервью Вице-президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг Вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России Михаил Симонов Михаил, добрый день Здравствуйте Михаил, ну, во-первых, очень много регалий Это, я больше, чем уверен, все это заслужено В целом, уровень российского рекламного рынка соответствует масштабу фестиваля? Наверное, соответствует масштабу фестиваля Но давайте мы сначала сравним его с миром Давайте По отношению к миру, конечно же, он гораздо ниже И это показывает уровень наших наград на крупнейших международных фестивалях Россия не входит даже близко в 20-50 ведущих рекламных стран мира И это очень большая для нас проблема И то, что мы делаем сейчас в России На мой взгляд, должно привести к тому, чтобы эту ситуацию изменить Михаил, ну, вот если взять обывателя, который рекламу слышит и видит, да? Ну, в очень большом количестве Если взять какие-то вот вехи, какие-то вершины То это Каннские львы, да? Да, прежде всего О чем мы знаем Это Каннские львы Это фестиваль, который называется The Globs И Silver Mercury является эксклюзивным представителем The Globs в России Вот оно что Да, фестиваль, который входит, наверное, в тройку самых Globs, я имею в виду Входит в тройку самых крупных и авторитетных фестивалей в мире Хорошо Михаил, тогда вопрос такой Вообще, вот если вы говорите о том, что уровень рекламного рынка Качество рекламного рынка Пока в России невысок То есть мы не берем какие-то награды В мире о России, наверное, знают меньше Я так понимаю, что фестиваль Серебряный Меркурий Призван как раз отыскивать тех людей Кто горит желанием не только заработать на рекламе Потому что реклама двигателя торговли Но и сделать ее качественной И выйти на новые рынки, на новый уровень Фестиваль предназначен для нескольких целевых аудиторий Первая целевая аудитория Это компании-бренды Те, кто заказывают рекламу Второе, это креаторы Которые придумывают рекламу И третье, это креаклы Это художники, это музыканты Это киношники Кто умеет эту рекламу непосредственно делать Я недавно был Меня пригласили выступать На фестиваль Микрофест Это фестиваль Ну, я был там председателем жюри Это фестиваль Короткометражного художественного кино Из 11 роликов блестящих Которые мы там посмотрели 9 получили награды И у 7 роликов, на мой взгляд, были очень большие У их команд очень большие рекламные потенциалы Здорово А вообще, вот многие, если брать вот кинопроизводство Многие зрители очень остро реагируют Когда рекламу встраивают в фильм Да, ну вот, мы все помним Ночной дозор И вот все это пошло Это просто некачественно сделанное Я люблю наших ребят Но они делают это некачественно В 90... Сейчас, прошу прощения В 2014 году Я для себя с удивлением обнаружил Что 70% маркетингового бюджета Компании Apple Было израсходовано на Product Placement Именно в кино И вы открываете любой фильм Самый классный голливудский И совершенно естественным образом видите Как герои или героини Забираются в мягкий диван Накрываются пледом Открывают компьютер Apple И вас это совершенно не... Не смущает Не смущает Никто не маячит красными кружками Перед экраном Хорошо Что касается фестиваля Серебряный Меркурий Который впервые пройдет в Нижнем Новгороде Если, на ваш взгляд Удалось ли уже ознакомиться С работами нижегородских рекламщиков Есть ли вообще задел какой-то в Нижнем Новгороде На то, чтобы как минимум стать участником фестиваля Потому что, я так понимаю, что порог входа В участники, да, в шорт-лист Он достаточно высок Порог входа, он очень низок А вот для того, чтобы... Я думаю, что... Ну, по нашему опыту В других городах У нас фестиваль проходил в Ростове Проходил в Казани Проходил в Новосибирске Несколько лет проходит Вот та модель, которую мы хотим сделать здесь Проходит в Питере Но называется он Серебряный Меркурий, Северо-Запад И мы тоже думаем, что надо сделать не только в Нижнем А во всем Приволжском федеральном округе На мой взгляд, порог очень простой Нужно сделать качественную рекламную кампанию Это может сделать автосалон Это может сделать какая-то компания Ресторан, пиццерия Если они сделали интересно Есть в этом какая-то фишка Это сработало Они могут податься на фестиваль И получить заслуженно свои награды Участие в фестивале Позволяет тем, кто подает на него свои работы Получить очень интересную обратную связь От членов жюри Которые являются высокими профессионалами Мы привезем еще большую команду из Москвы То есть даже если вы не побеждаете Вы получаете обратную связь И вам объясняют, где и что было плохо В обычной жизни за такой вот консалтинг Надо будет заплатить большие деньги Ежели вы не участвуете в конкурсе Вы можете прийти послушать фестивальную программу И тоже многому научиться Сегодня мы разговаривали Вот мы приехали сюда к вам в студию После встречи с ребятами Кто занимается малым и средним бизнесом И я в течение двух часов Раскидал им их вопросы И проблемы, которые стоят перед их проектами С точки зрения маркетинга И я видел, как они совершенно по-другому Начали думать И они сами мне сказали Что многие вопросы оказались решенными Поэтому я предлагаю тем Кто занимается малым и средним бизнесом Приходить на фестиваль И учиться работать вместе с маркетологом Создавать какие-то коллаборации И двигать бизнес Михаил, вот после тех слов Когда вы сказали, что в течение двух часов Вы раскидали все эти вопросы И решили их для представителей малого и среднего бизнеса В Нижнем Новгороде А это как раз та движущая сила Которая шевелится Если брать бизнес-сообщество Сразу возникает вопрос Где вас искать? Как вам обратиться? Может быть, есть сайт Ну, конечно, есть сайт Серебряный Меркурий Меня зовут Михаил Симонов Я существую на Фейсбуке Ко мне уже невозможно добавиться В друзья Во франды Я называю В бранды А когда добавиться нельзя Там практически пять тысяч Я Постоянно кого-то удаляю С кровью Но ко мне можно подписаться Все, что я не Пишу Оно в открытом доступе Подписчики Просто люди, которые проходили мимо Могут меня читать Чем больше вы меня читаете Тем чаще я появляюсь в вашей ленте Михаил Там много Много постов, связанных с рекламой Хорошо Скажите, пожалуйста Вы впервые в Нижнем Новгороде? Я приезжал сюда Полгода назад На газ Тоже мы занимались консультированием И такой же мастер-класс читали Для дилера Конференции Маркетологов газа Тогда вопрос такой Вот сейчас наш город борется За туристическую привлекательность Ну и в преддверии Мундиале 2017 года Как бы вы Прорекламировали наш город? Или как нужно Подвигать Нижний Новгород? На ваш взгляд На взгляд Специалисты Эксперты Высокого уровня Я просто не знаю Какие у вас В Нижнем Есть Феньки За которые можно ухватиться Хорошо Я приведу Другой пример Наверняка Все знают Государство Израиль И О том Что туда Можно ездить В качестве Паломника Потому что это Центр Всех Религий мира И в этом В качестве Туда Ездили Люди Много-много лет И это было Основным Туристическим Бенефидом Так получилось Что Ну Вы наверное Видите Я еврей Я Нежно Отношусь К этому Государству И Консультировал Министра Туризма Израиля По этому поводу И мы подумали Что Можно Продвигать Еще Очень активно И Эффективно Медицинский Туризм Потому что В Израиль Многие ездят Лечиться Это такая Всемирная Здравница И Очень Уровень Авторитета Израильского Здравоохранения Очень высок И сейчас Они это Начинают делать Надеюсь Что У меня Уже есть Какие то Идеи И дальше Как Продвигать Израиль А по поводу Нижнего Давайте Если Есть Люди В области Или В городе Ну пусть Придут завтра На мастер Класс Который Я провожу Где он состоится Я не знаю По моему В каком то Салоне БМВ Понятно Но я думаю Что это Можно Найти На фейсбуке Все есть Добро Отлично Михаил Огромное вам спасибо Я напомню друзья Что у нас В гостях Президент фестиваля Вице-президент Российской ассоциации Маркетинговых услуг Вице-президент Ассоциации коммуникационных Агентств России Михаил Симонов Мы говорили О фестивале Серебряной Меркурии Который впервые Пройдет в Нижнем Новгороде Завтра будет Мастер-класс Лекция О том Где она пройдет Можно найти информацию В фейсбуке Либо на сайте Серебряной Меркурии Заходите Лично мне стало интересно Потому что По своему профилю Образованию Маркетинг Сфере информационных технологий С удовольствием приду Михаил Огромное вам спасибо Я думаю что Пища для ума Для тех Кто действительно может Продвинуть Нижний Новгород В туристическом плане Не только в российском Но мировом уровне Завтра будет До новых встреч